Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом мастер классе мы с Вами будем вязать пуф из трикотажной пряжи. Сделанные своими руками предметы интерьера чаще всего становятся главным украшением комнаты. Таковым является и вязаный пуфик. Это одновременно и красивая, и практичная вещь, так как их конструкция мягкая, на них удобно сидеть, и они безопасны для детей, ведь не имеют острых углов. Вязаные пуфики, созданные своими руками, порадуют Вас и гостей больше, чем покупные, ведь будут демонстрировать Ваше мастерство. Самодельные вещи это всегда креативно, оригинально и ярко. Для того, чтобы связать пуфик, нам понадобится шесть цветов трикотажной пряжи по одному мотку и два мотка трикотажной пряжи белого цвета. Оттенки пряжи можете выбирать на свое усмотрение, главное, чтобы они сочетались между собой и гармонично вписались в Ваш интерьер. Где купить качественную трикотажную пряжу, конечно же по ссылке под этим видео, потому что сама я уже перепробовала много производителей и выбрала для себя лучшую пряжу и по качеству и по цене, поэтому и рекомендовать буду только ее. Итак, нам нужно будет связать шесть квадратов из каждого мотка пряжи. Для моего размера вяжется 13 рядов и от каждого мотка у Вас должно будет остаться примерно вот столько. Еще на один ряд этого количества не хватит. Кстати, у меня пряжа в рулонах, это остатки прежних запасов. Раньше можно было купить такой формат, теперь ее продают только в мотках, хотя в рулонах мне больше нравится. Для хранения она более компактна, чем мотки, особенно когда покупаешь много. Как вяжутся квадраты показывать сегодня не буду, потому что у меня есть отдельное подробное видео и ссылку на него я также оставлю в описании. Вот такие цвета я подобрала для своего пуфа. Два фиолетовых, почти похожих оттенка, сиреневый, пыльная роза, малиновый и серый. И на том сайте, где я беру для себя пряжу, Вы найдете около 100 оттенков на любой самый разнообразный вход. Когда все стороны пуфа будут готовы, мы их будем соединять белой трикотажной пряжей и в итоге по граням куба будет красивая белая окантовка. Вязать будем большим крючком, у меня это номер 7, можно взять 8 или 9, но не больше. Опять же, все зависит от Вашей плотности вязания. И самая важная деталь, которая нам понадобится для создания пуфика, это уже готовый пуф, сшитый из нейлоновой ткани. Размеры такого куба 35 см по каждой из сторон. Здесь продуман доступ к внутренностям из двух молний, хотя я не уверена, что когда-то мне понадобится этот вход. Внутри наполнитель в виде вот таких легких шариков, и я брала этот пуфик на Симуленде, ссылку оставлю внизу. У кого есть опыт и желание, можете купить наполнитель отдельно и сшить такой кубик самостоятельно. Теперь переходим к мастер классу вязания квадрата из трикотажной пряжи и вяжем 6 одинаковых по размеру квадратов. Считайте количество столбиков в каждом ряду, чтобы потом при сшивании у Вас все стороны пуфа совпали. Итак, нити у нас хватило на 13 рядов. Небольшое количество нитей у нас остается в мотке. Нить мы пока не обрезаем, она нам сейчас понадобится. И для следующего ряда будем использовать еще белую нить. На данный момент у нас по размерам квадрат получается 30 см. Нам нужно связать еще два ряда и как раз мы выйдем на 34-35 см, если получится 34 см, это будет даже лучше. Вязаное полотно немного тянется и за счет чуть меньшего размера наш пуфик будет лучше держать форму. Следующий ряд мы будем вязать белой нитью и сейчас нам нужно ее присоединить. В конце каждого ряда мы с Вами делали соединение и выводили две петли для первого столбика следующего ряда. Распускаем этот столбик и вытягиваем крайнюю петлю. В это место заводим крючок и вытаскиваем петлю из новой белой нити. Хвостик пока пусть остается так, мы сделаем узелок и спрячем его в конце. Захватываем розовую петлю и протягиваем ее через белую. Получился первый столбик нового ряда. Дальше продолжаем вязать столбики в раскол по той же схеме, что и предыдущей ряды. Провязываем так весь ряд белой пряжей. Итак, закончили вязать этот ряд, в конце делаем соединение, точно так же, как и в каждом ряду. Только теперь последнюю петлю вытягиваем из цветной нити. И первый столбик следующего ряда у нас будет цветной. Дальше цветную нить придерживаем вдоль ряда и провязываем столбик белой нитью. Получились один розовый столбик, второй белый. Теперь меняем нити и вдоль ряда прикладываем белую нить, а столбик вяжем цветной нитью. Дальше так и будем поочередно менять нити, чтобы у нас получилось чередование цветов в столбиках. Как Вы помните, у нас не хватило цветной нити на целый ряд, а расход через одну петлю получится меньше. И с таким цветовым решением наш пуф будет выглядеть более интересно. Этот ряд мы довязали, он был последний. Теперь обрезаем обе нити и вытягиваем белую нить. Теперь протягиваем эту нить под косичкой следующей петли и возвращаем в ту же петлю, откуда она выходила. В итоге у нас получился ровный и красивый край. И соединения совсем не видно. Теперь нужно спрятать все хвостики нитей так, чтобы даже внутри пуфа у нас было все красиво. Вот такими аккуратными должны получиться Ваши квадраты. Если края у Вас тоже слегка пойдут волнами, не переживайте. Во-первых, их можно отпарить и придать нужную форму. Во-вторых, стороны пуфа мы специально связали чуть меньше и они у нас при сборке натянутся. Теперь приступаем к сборке. Снизу мы расположим первый квадрат, пусть он будет фиолетовый. К нему мы привяжем четыре других квадрата. Справа пусть будет серый квадрат, мы сложим их с изнаночной стороны и здесь будет проходить шов. Вот с этой стороны расположим сиреневый квадрат и выполним второй шов. Слева расположим розовый квадрат и сделаем третий шов. И с четвертой стороны привяжем вот этот яркий малиновый квадрат. Затем поднимем все квадраты, соединим боковые стороны между собой и сверху привяжем последний фиолетовый квадрат. Конечно же, до завершения сшивания сторон разместим внутри наш купленный пуфик. Детали, которые мы будем сшивать, располагаем друг к другу изнаночной стороной. И для начала находим на каждом углу три столбика. Между ними у нас получилось по две петли. Вот от них мы и будем начинать каждый ряд. Одна петля будет крайней для этой стороны, вторая петля будет крайней для другой стороны. Чтобы не запутаться, можно связать между собой вот такими самодельными маркерами нужные петли и после этого начать сшивание. Заводим крючок в те петли, которые скреплены маркером, оставляем небольшой хвостик нити, вытягиваем нить и делаем первую петлю. Нить пока оставляем в таком положении, потом сделаем узелок и спрячем ее. И теперь соединяем по две противоположные петли столбиками без накида. В итоге у нас получится вот такой ряд столбиков на каждом ребре куба. Таким образом сшиваем все ряды. Вот у меня уже прикреплена маркерами следующая сторона. Здесь сейчас будет довязан первый шов. Вот тут еще раз покажу три столбика на углу и между ними две петли. Одна из них будет последней петлей этого ребра, а вторая первой петлей нового ребра. Специально показываю Вам, как выглядит сборка пуфа после того, как мы засунули внутрь покупной пуфи. На первый взгляд может показаться, что пуф расползается со всех сторон и нам его не собрать, но на самом деле все идет так, как надо. Сейчас стороны натянутся, подберут бока пуфа и все встанет на свои места. Вот так мы выходим на финишную прямую. Осталась одна сторона. Напоминаю, что те нити, которыми мы делали швы по бокам, завязываем на узелок и прячем внутри. Сшиваем последний ряд. Вот осталось несколько петель. Довязываем их, обрезаем нить, делаем узелок и прячем нить внутри. Вот такой пуфик у меня получился. Он яркий, красивый и удобный. Держит форму и при этом подстраивается под того, кто на нем сидит. Вы можете подобрать оттенки по своему вкусу, и Ваш пуфик идеально впишется в Ваш интерьер. Надеюсь, что по моему описанию Вы легко свяжете такой пуфик своими руками и будете собирать комплименты всех, кто придет к Вам в гости. А я на этом с Вами прощаюсь, в комментариях Вы можете задать свои вопросы и написать отзывы. Подписывайтесь на канал, с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.